Непосредственно в Гомеле историю пожарной службы можно отличить с 1896 года, когда тут было створено Вольно-Пожарное Товариство. Пытание супраць пожарной безопасности тогда стояло напыльно еще больше остро, чем сейчас. В 1856 году, например, в Гомеле одночасово сгорело 540 домов. Причем сучастных выратовальников можно лечить переемниками не только тагачастных пожарных, но и их традиции. Как означалося у инструкции конца 19-го года, працуй за все ды так, як для самого себе. Только в минулом году, дякуючи самоданности супрацовников МНС, на Гомельщине на пожарах выратовано больше, як 200 человек. Проводилася и активная профилактичная работа, бо основная причина несчастных выпадков – человечный фактор. А в поспяховости этой деятельности можно мерковать по личбах статистики. Сегодня наблюдается и снижение аварий и различных пожаров на субъектах хозяйствования. Наблюдается по всем направлениям деятельности, как и учреждения культуры, недопущено пожаров, так и в учреждениях образования. В сельском хозяйстве тоже в два раза уменьшилось количество пожаров. Святкование дня в ротовальниках – это не только подстава для подведения вынеков, але и махчимость означать лепших, причем не только из лику супрацовников МНС. Надзвучайные ситуации, выкликанные природными катаклизмами цих человечным факторам, будут заусюды, а тому кожному необходимо быть готовым в любой момент прийти на допомогу. Средо ознагародженных по часу рачистого вечера, разум с вратовальниками, педагог и рабочий сельско-господарчого предприемства с Будыка Шалёвщины, водолаз из Мазыра и машинист котельни из Речицкого района. Кожный из них выротовал как минимум одного человека. Не глядячи на то, что день вратовальника – свято профессионное, шмат хто сустрыкая ягу на працонных местах. У надзвучайных ситуаций выходных не снуе. Алексей Центров, Наталья Игнатенко, Валера Игапанько. Талерадуя компания «Гомель».